С вами канал Science Daily и это новости науки и космоса. Федеральное авиационное управление наконец-то приняло решение касательно строительства стартовой площадки Starbase в Южном Техасе для запуска космических кораблей Starship компании SpaceX. Агентство потребовало от SpaceX внести более 75 изменений в свое предложение по строительству Starbase, если компания хочет избежать дополнительной проверки и получить разрешение от управления на запуск корабля Starship на орбиту с этой площадки. Площадка Starbase компании SpaceX расположена в небольшом городке Бока Чика в штате Техас. В течение нескольких последних лет SpaceX использовала этот объект для строительства прототипов корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Которые в будущем будут использоваться для доставки людей и грузов на Луну и Марс. SpaceX уже проводила различные высотные испытания прототипов Starship с площадки Starbase и теперь компания надеется впервые запустить Starship на орбиту. Но для того, чтобы отправить Starship в первый орбитальный полет с площадки Starbase компании SpaceX сначала необходимо получить лицензию на запуск от федерального управления. В течение последних полутора лет управление проводило экологическую экспертизу того, как орбитальные запуски в Бока Чика повлияют на окружающую местность. И теперь, когда решение принято, компания SpaceX необходимо будет учесть более 75 требований, на которые указало Федеральное авиационное управление. Например, SpaceX должна будет заблаговременно уведомлять о своих запусках местной власти и общественность. Также компания теперь не может проводить закрытие дорог во время более чем десятка установленных праздников и может закрывать дороги только до 5 выходных в год. Кроме того, Федеральное авиационное управление хочет, чтобы SpaceX продолжал следить за изменениями в местной популяции диких животных, например, морских черепах, которые гнездятся в этом районе. Среди прочего, управление просит компанию делать пожертвования местным организациям по защите дикой природы, а также следить за освещением на стартовой площадке и регулировать его, чтобы не мешать животным. И хотя сегодняшняя новость может показаться одобрением планов компании SpaceX в Бока-Чика, она еще не означает получение лицензии от Федерального управления на орбитальные запуски. Между тем, с декабря прошлого года компания SpaceX работает над планом B для запусков Starship. SpaceX начала строительство стартовой площадки для Starship на мысе Канаверал. Компания уже использует две стартовые площадки в этом районе для своих ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. И теперь компания планирует построить стартовую площадку для своего космического корабля Starship недалеко от пусковой площадки, которая используется для отправки астронавтов на Международную космическую станцию. Оставайтесь на канале Science Daily и мы будем вместе следить за самыми интересными научно-космическими новостями.